Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Алексей Колчин и сегодня речь пойдет о свойствах сыпучих материалов. Обычно в школе говорят о трех основных состояниях вещества твердом, жидком и газообразном, но потом добавляют к нему четвертое состояние плазму. Но если мы говорим не о веществах, а о материалах, то картина существенно усложняется. Возьмем к примеру песок. Песок может течь как жидкость, но с другой стороны из воды мы не можем насыпать горку, а из песка это получается легко. И в этом смысле сыпучие вещества имеют свои особые механические свойства. И об этих свойствах мы сейчас и поговорим. И начнем мы с такого опыта. Вот здесь в банке у меня четыре килограмма песка и этот песок я буду сыпать в трубу, под которой находятся весы и сверху на них лежит крышечка для того, чтобы песок не просыпался в стороны. Ну и посмотрим, что же нам покажут весы в этом опыте. Поехали! И весы показали меньше полутора килограммов. Кило четыреста. Куда же делись остальные два с половиной килограмма? Давайте попробуем объяснить этот парадоксальный результат нашего опыта. Когда мы насыпаем первую порцию песка, весь ее вес приходится на дно цилиндра. Но посмотрим, что происходит, когда цилиндр заполнен на достаточно большую высоту. Выделим какую-нибудь песчинку. Ее вес распределяется на песчинки, лежащие под ней, и возникающие при этом силы направлены не вертикально, а наклонно. На следующем шаге перераспределенные силы могут наклониться еще сильнее, и в результате песчинки вблизи стенок прижимаются к этим стенкам. А поскольку эти песчинки проталкиваются вниз, на них действует сила трения, направленная вверх. Так что верхние слои песка поддерживаются этой силой трения и почти не создают дополнительного давления на дно сосуда. Ученые, которые изучают гранулированные материалы, придумали, как наблюдать распределение контактных сил с помощью эффекта фотоупругости. В этих опытах частицы сыпучего материала моделировались пластмассовыми кружками и просвечивались через скрещенные поляризаторы. Темные частицы здесь практически не нагружены, а светлые частицы образуют контактные цепочки, вдоль которых передается сила. А на этой картинке хорошо видно, как вес сыпучего материала распирается в боковые стенки через силовые цепочки. Пока мы занимались объяснениями, песок успел немножко подсесть, и показания весов составляют сейчас 1,6 кг. Больше песка у нас нет. А вот есть груз, с наполненный свинцом, и он весит чуть больше 2 кг. Я опускаю его в трубу, и показания весов увеличились всего на 100 граммов. И тут появляюсь я, заменяю Алексея с небольшой критической речью. Конечно, здорово все, что он нам продемонстрировал и объяснил, как вес песка перераспределяется на стенки сосуда через силовые мостики, но размер песчинки такой маленький, в несколько сотен раз меньше диаметра цилиндра в нашем опыте. И как же мы сможем рассчитать перераспределение веса с помощью мостиков? Кажется, что нам нужно ввести другую модель, в которой про песчинки отдельные вообще уже ничего не будет говориться, а ведутся макроскопические показатели, такие как сила трения и кое-что еще, о чем я сейчас расскажу. И с этой целью я построю вот такую математическую модель, несколько упрощенную, но зато весьма эффективную. Мы рассматриваем трубу и выделяем в ней слой песка. И посмотрим на все силы, которые приложены к этому слою, раз он неподвижен, сумма этих сил равна нулю. Ну, какая сила у нас действует прежде всего? Сила тяжести вниз. Значит, надо взять РОЖ и умножить на объем этого слоя. Площадь перквадрат и на высоту ДХ. Значит, а что поддерживает этот слой? Ну, во-первых, разность давлений. Давление сверху и давление снизу, которое больше. И вот разность этих давлений я обозначу ДП. Ну и опять-таки это ДП приложено к площади перквадрат. И если бы мы ограничились этими членами, это у нас была бы чистая гидростатика. Мы для воды так рассуждаем. А для песка у нас появляется еще одно слагаемое, связанное с трением О стенки. Ну, значит, я должен написать коэффициент трения Мю умножить на силу, которая, так сказать, прижимает этот песок к стенкам. А за счет чего он прижимается? Ну, Алексей вел разговор про мостики. А я скажу по-простому. Мы сжимаем песок в вертикальном направлении, и он распирается в горизонтальном направлении. Ну, и мы ведем такой коэффициент распирания К. То есть, будем считать, что если сила П, давление П сжимает, то давление КП прижимает этот песок к стенке. Ну, значит, Мю умножить на КП и на площадь боковой поверхности этого цилиндра 2ПР умножить на ДХ. И если мы все здесь поделим на ПР квадрат ДХ, то получим в результате вот такое дифференциальное уравнение. ДП по ДХ есть, во-первых, РОЖ, это чистая гидростатика. А теперь идет минус 2МЮК делить на Р и умножить на само давление П. Второе слагаемое со знаком минус. Ну, и чем больше давление, тем больше мы здесь вычитаем из РОЖ. И тем медленнее давление растет с увеличением глубины. И чтобы выписать решение этого уравнения, нам будет удобно величину Р делить на 2МЮК, переобозначить одной буквой Л. Это некая длина, поскольку МЮ и К безразмерные коэффициенты. Ну, и решение выглядит так. С глубиной давление растет П от Х как РОЖЛ умножить на вот такую скобочку единица, минус экспонента, а в показателе экспонента стоит минус Х делить на Л. Ну, и я здесь нарисовал это решение на графике. Сначала давление растет линейно, как будто в гидростатике, а потом оно выходит на асимптотическое значение П равняется РОЖЛ. И больше этого давления песок на дно в этой трубе уже оказать не может. И вот Андрей рассказал теорию, прекрасную своей простотой, так что мы можем теперь проверять ее в эксперименте. И для этого мы собрали вот эту установку, в которой взяли трубу с диаметром поменьше, вместо весов поставили датчик силы, а песок будем насыпать маленькими порциями по 10 кубических сантиметров. И вот результаты нашего эксперимента, и мы видим график, который очень похож на перевернутую экспоненту. И видно, что предельная нагрузка на дно равна примерно 0,6 ньютона. Поблагодарим Алексея за результаты. Видно, что теория прекрасно работает. Ну и дальше мы можем произвести кое-какие выкладки. Итак, предельная сила, с которой песок давит на дно в этом эксперименте, 0,6 ньютона. Ну, соответственно, находим предельное давление на дно, делим силу на площадь дна, 360 паскалей. С другой стороны, из теории, значит, через это предельное давление мы выражали характерную высоту L, той части песка, которая все еще давит на дно, а то, что выше, распирается на стенки. Ну, находим эту длину, P со звездочкой делим на плотность и на G, получаем 2,3 сантиметра. Кстати сказать, это оказался в точности радиус трубы в нашем опыте. Ну, теперь мы можем перейти к характерным безразмерным параметрам. Их было 2. μ – коэффициент трения песка о стенке. И k – коэффициент поперечного распора. Какое давление мы получаем, какую долю оно составляет от давления, когда мы сжимаем, с каким давлением распирается. Ну, и этот коэффициент k выражается таким образом. Надо радиус трубы поделить на вот это L. Ну, это у нас R и L, мы знаем, что это одно и то же в нашем опыте. И поделить на 2 μ. То есть, если мы будем знать коэффициент трения песка о стенке, то мы будем знать и коэффициент поперечного распора песка. Мы про песок все узнаем. Ну, и надо заметить, что в нашем эксперименте коэффициент трения был достаточно большой. Труба у нас была специально приготовлена. Сначала ее промазали краской, а потом просыпали песком. Так что, фактически, мы имеем дело с коэффициентом трения песка о песок. Ну, а как его померить? Для этого мы возьмем еще вот такую трубочку, которая была обмотана двойным скотчем и тоже обсыпана песком. Я ее кладу в трубу и начинаю постепенно увеличивать угол наклона. И при некотором угле наклона эта трубочка сваливается вниз. Ну, и из этого треугольника мы можем найти тангенс угла наклона. Он оказывается равен 0,9. И это и есть коэффициент трения песка о песок. Ну, и из той формулы, которую уже писал Андрей, мы теперь можем найти коэффициент бокового распора. И подставляем значение коэффициента трения 0,9 и получаем коэффициент бокового распора 0,55. И, между прочим, в интернете мы нашли статью сотрудников Новосибирского института горного дела Клишина и Микенина, в которой в результате численного моделирования получилась, ну, практически такая же величина. Я хотел бы еще раз подчеркнуть наш основной результат. Если мы засыпаем песок в длинную трубу, то практически весь его вес сидит на стенках трубы, а на дно приходится вес лишь небольшой части этого песка. И если стенки такой трубы достаточно тонкие, приходящийся на них вес может привести к потере устойчивости, и труба неожиданно обрушится. А теперь еще один удивительный опыт. Для этого приготовлена вот эта металлическая трубка, один из концов которой заделан кусочком пеноплекса. Я вставляю в трубку воронку. Теперь вставляю вот эту стальную шпильку. И начинаю засыпать песок. Здесь его больше 300 граммов. Вот он полностью ушел в трубку. И теперь я поднимаю трубку. Держусь только за шпильку. И трубка держится на шпильке. Я даже могу приложить некоторые усилия. Вот так. Только при большом усилии мне удается вытащить шпильку. Как же это можно объяснить? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе.